Что такое механический способ? Это так же, как при дезактивации, берется щетка с кремом, и там, где эта газосодержащая жидкость осталась на поверхности, ее потихоньку смывают, снимают с поверхности. Физически это когда с использованием паяльной лампы начинает выжигать те места, где произошло скопление. В каждом перевозимом химически опасном грузе имеется фаста, где прописаны свойства этого вещества и как необходимо его дегазировать. Поэтому, прежде чем приступить к дегазации, надо получить документацию, которая сопровождает груз, и там выяснить, там на все случаи жизни расписаны, что за груз и как это, значит, с ним можно его дезактивировать. И там как раз будет и, значит, вариант физический, это когда с использованием огня удаляет вредное вещество. Химический способ, это когда с использованием тех же порошков, химических средств, о которых мы говорили до этого, при дезактивации. Итак, запишите. Дегазация индивидуальных средств защиты осуществляется. 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 Три вида дезинфекции. Первое – это профилактическая дезинфекция. профилактическая дезинфекция. Три вида дезинфекции. Профилактическая дезинфекция. Второе, текущая дезинфекция. Текущая дезинфекция. И третье, заключительная дезинфекция. Профилактическая дезинфекция, текущая дезинфекция и заключительная дезинфекция. Заключительная дезинфекция. Заключительная дезинфекция. И, значит, мы с вами еще раз напомним, что дезинфекция это удаление инфекций, которые могут оказаться на человеке, на его личных вещах. Итак, существует три вида дезинфекции. Первое. Профилактическая дезинфекция. Когда вы находились здесь, в стенах нашего учрежденного заведения, ехали домой на транспорте, вы везде хватали ручки, опирались на двери, открывали окна, и с вами вместе это делали большое количество людей. Эти люди могли в своих руках переносить инфекцию в отлезнетворные микробы. Поэтому, с малого детства, всем говорят, перед приемом пищи или как пришел домой, обязательно надо помыть руки с мылом. Мыло как раз расщепляет вот это грязеподобное вещество и удаляет бактерии с ваших рук. Самым грязным частным телом человека является не то место, а именно руки. Самое грязное. Почему? Потому что везде ходит человек, хватается за все. И поэтому вот то, что здесь написано, профилактическая дезинфекция, это как раз есть. Помыть руки с мылом, обмыть лицо, а так ворак сделать и так далее. Второе. Это тезит текущая дезинфекция. Это когда, значит, вы заболели и сразу же вспотели, ваша одежда, значит, пришла в неводность, надо вот эту текущую дезинфекцию сделать. Помыть, потому что вы будете лекарствами лечиться, а на одежде вас, на теле, будут эти микробы. И они повторно, значит, инициируют ваше повторное заболевание. Чтобы этого не было, надо обязательно сделать. И заключительная дезинфекция, это когда человек умер, то, значит, после того, когда его похоронили, необходимо, если он болел инфекционным заболеванием, надо полностью обработать помещение, где он находился, все вещи и так далее. Не случайно у мусульманов есть такое понятие, как это как раз в жарких условиях. Если вот эту заключительную дезинфекцию не провести, то от этого заболевшего дедушки передастся и внукам, детям и так далее. Поэтому в этом плане надо, здесь ничего такого нету, надо провести заключительную дезинфекцию, для того, чтобы исключить. Потому что есть сейчас такие инфекции, в которых ни одна лаборатория не может подстать ягод. А чтобы это не передалось, надо обработать стены, помещения и так далее. Вот что касается, значит, дезинфекции. Запишите. Дезинфекция... Способы дезинфекции... Способы дезинфекции... Способы дезинфекции... Первый, физический способ. Второй, химический способ. И третий, комбинированный способ. Физический способ, химический способ и комбинированный способ. Я вам не приводил пример, как нас проводили дезинфекцию в Афганистане. Получилось так, уже доказано. Если люди в течение двух недель не боятся, живут в болевых условиях, то появляется вши. Вши, гана, им подобные. И почему это происходит? Потому что на земле, где обычно люди, на мешках и так далее, они и от животных передают. И потом все ходят, везде чешутся. Это уже люди, которые не боеспособны и не могут выполнять какие-либо задачи. И вот есть такие специальные отряды, созданные в том числе и в МЧС. Если возникает такое поражение дезинфекции, то организуются душевые палатки. Все снимают одежду возле первой палатки. Это все бросается в соответствующие контейнеры, где имеются пара установки. И вся одежда стирается и пропаривается. И высохшивается, выдается уже в конце. А люди заходят сюда в моечное отделение, с ног до головы моются, выходят, проверяют. Если у них есть какие-то признаки того, что эти насекомые остались на теле, повторы должны пройти. Итак, единственное, что все прошли нормально, только обувь, так как она сделана из кожи, она как у кулона становится вот такая вот. Пришлось выкидывать, и временно мы взяли, разрезали носки, и потом тряпками перевинтовали, на следующий день привезли новую обувь. Вот это и есть дезинфекция. И основное средство это пара. За счет пара убивает. Следующее. Дезинфекция. Это уничтожение с помощью специальных химических средств насекомых, являющихся или могущих быть переносчиками инфекционного заболевания. Что применяется? Запишите. При дезинфекции используйте. Гексофлоран. Гексофлоран. Второе. Хлорохоз. Хлорохоз. Следующее. Тиофоз. Ти-о-хоз. Гексофлоран. Хлорохоз. Тиофоз. Фумиганты. Фумиганты. Репелленты. Репелленты. И последнее. ДДТ. 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 В виде порошка. Что это такое? Если обратили внимание, как правило, если у кого-то в квартире появляется канаманаги и подобные, что делается? Берется хлорохоз и обрабация. То есть, вот это то, что вы записали, это в основном хлоросодержащие. Хлор, он чем никто не работал с хлором. Как только разводишь хлор, глаза слезятся, все плывет и так далее. Насекомые не выдерживают и умирают от этого. Поэтому надо соблюсти концентрацию. Если вы концентрацию не соблюжете, вы сами можете получить сильнейшие ожоги глаз и дыхательных путей. Но основное ее воздействие это на насекомых. Вот за счет создания различных родных субпензий уничтожается путем распыления эти насекомые. Следующее. Гератизация. Это уничтожение в основном с помощью химических средств, ядов, брызунов, являющихся или могущих быть переносимой инфекцией. Как это делается? Продаются в специальных магазинах, в аптеках в основном. Но в основном сейчас в советское время был магазин, а сейчас санэпидемстанция. Различные, значит, пшеница, овес, ячмей, зараженные ядом. И во всех дырочках, где имеется отверстие, где колоноши уходят и мыши, берется белая бумага, делается пулю и внутрь 2-3 зерна бросается. И закрывается. И бросается возле норки, где входит дом или в отбор, значит, входят эти крыцы или мыши. И что происходит? Она реагирует на этот белый цвет, приходит, по запаху чувствует, что это овес или пшеница. Начинает съедать, и через несколько минут яд начинает действовать и грызунов умирает. И результат вы всегда видите, или, значит, на входе в отверстие норку лежит этот грызун. Или из норки идет запах уже, значит, провонявшегося тела грызуна. Вот основные способы, значит, проведения обеззараживания. У кого есть вопросы по видам обеззараживания? Пять видов, которые мы с вами рассмотрели. Если вопросов нет, переходим к рассмотрению второго учебного вопроса. Обеззараживание подвижного состава железной дороги. С учетом специфики железнодорожного транспорта, существует два вида основного действия по обеззараживанию. Это обеззараживание подвижного состава железной дороги. И обеззараживание объектов, иметь в виду станции железнодорожные, с их депо, вокзалами и так далее. То есть, одно дело, это подвижный состав, и другое дело, это инфраструктура железной дороги. Вот поэтому мы сейчас начинаем с отработки подвижного состава. Испокон веков, как только появился железнодорожный транспорт, и сразу же появились соответствующие оборудования, которые стали устанавливаться на этих видах железнодорожного транспорта, для того, чтобы использовать их при чрезвычайных ситуациях. Это борьба с пожарами, и вот, в том числе, для проведения дезактивации, дегазации, дезинфекции железнодорожного подвижного состава. Итак, запишите. Для обеззараживания подвижного состава используйте для обеззараживания подвижного состава используйте для обеззараживания подвижного состава используйте Двоеточие. Первое. Пункты подготовки вагонов к перевозкам. Пункты подготовки вагонов к перевозкам. Второе. Пункты подготовки вагонов к перевозкам. Пункты подготовки вагонов к перевозкам. Второе. Механизированные пункты комплексной подготовки вагонов к перевозкам. Механизированные пункты комплексной подготовки вагонов к перевозке. Механизированные пункты комплексной подготовки вагонов к перевозке. Механизированные пункты комплексной подготовки вагонов к перевозке. Третье. Механизированные пункты комплексной подготовки вагонов к перевозке. Третье. Дезинфекционно-промывочные станции. Дезинфекционно-промывочные станции. ДПС. Четвертое. Дезинфекционно-промывочные пункты. ДПП. Дезинфекционно-промывочные станции. Дезинфекционно-промывочные станции. ДПС. Четвертое. Дезинфекционно-промывочные пункты. ДПП. ДПП. Пятое. Promывочно-пропарочные станции. Промывочно-пропарочные станции. ППС. Промывочно-пропаворочные станции ППС Промывочно-пропаворочные станции ППС Следующее. Установки для обывки пассажирских вагонов и других вагонов подвижного состава Установки для обывки пассажирских и иных вагонов подвижного состава Установки для обывки пассажирских и иных вагонов подвижного состава установки для омывки пассажирских или вагонов подвижного состава. То есть вы сейчас записали, что используется для обеззараживания подвижного состава. Это специально оборудованные пункты. Итак, коротко. Пункты подготовки к вагонам-перевозкам. Вы, если не знаете технологии, то вам кажется, вот вы съездили в Тернец, раз, из Ташкента, потом бойец пришел из Тернец в Ташкент и тут же он уходит снова в Тернец. Нет. Все эти поезда должны проводиться санитарная проводка. Подготовка должна быть. И вот созданы специальные пункты подготовки к перевозкам. Туда пребывает состав, и специальные люди проводят полностью санитарную обработку. И надо для чего? Если в этом составе ехал какой-то больной для Ташкента и что-то заразил там, чтобы не передалось другим здоровым людям, которые поедут. То есть здесь специальные станции оборудованные соответствующим снаряжением. Но это, как правило, бывает на больших узловых станциях. В Ташкенте это точно есть, и особенно, если это касается международных рельсов. Если ташкентский узел железной дороги не соблюдет нормы вот эти санитарные, и эта зараза попадет на территорию Казахстана или Российской Федерации, то в Ташкенте получат серьезные штрафы за то, что они допустили распространение вот этого заболевания на сопротивленной территории. Вот чтобы этого не было, создаются такие, значит, пункты. Второе. Механизированные пункты комплексной подготовки вагонов к перевозам. Есть еще, помимо того, что обслуживают пассажирки вагонов, сами механизмы обслуживаются. Почему? Тех же колесных парах могут различные заболевания перевозиться, грызуны и какие-то другие вещества. И они подвергаются технической проверке. И в ходе технической осмотра все вот эти недостатки тоже должны устраняться, и они используются для обеззараживания. Следующее. Дезинфекционно-промывочные станции ДПС. Если будет установлено, что в этом составе перевозили заболевшего, то этот весь состав должен проводиться вот через дезинфекционно-промывочную станцию или дезинфекционно-промывочный фонд. В чем смысл? Вот как я примерно сказал про нас, людей, когда нас обеззараживают, точно так же поступает с вагоном. Его углубленное очищает от всех вот этих, значит, возможностей, которые были зарублены в данном составе. Что же самое касается промывочно-пропарочных станций. Вы думаете, вот это белье, которое мы каждый раз получаем, когда едем на транспорте, и оно просто так постирали, и в следующий раз кто-то едет? Нет. И вот тщательно вот через пропарку и так далее делают, для того, чтобы потому что пассажиры меняются, чтобы вот эти болезни не были. И а если этот пассажирный состав попадет в зону заражения, вот эти же пропарочные станции будут это делать. Но это делается, в том числе и обывка вагонов, делается только на узловых. А вы обеззараживаете, проводите на своем участке, в какой форме? Частичную, не полную, а полную пройдет этот состав, заразившийся. Когда вы частичную проведете и придет он на узловую станцию, и это все будет заново, как я перечистил, вот эти все действия будут совершены. Поняли, в чем различие? То есть в первом случае, потому что на перегоне нельзя достичь эффекта, как от промывочных пунктов, которые имеются на узловых. То есть в первую очередь будет внешнее обеззараживание проведено вагоном, а полное будет проведено уже по месту.